У меня такая очень короткая презентация, я на самом деле думаю больше как бы lightning talk, и это даже не какой-то там ответ или что-то, это информация для размышления, поэтому хочется спросить, что вы про это думаете, какие подобные камни видите и вообще как это лучше реализовывать, да, вот такую штуку. Идея в том, что у нас есть OpenStreetMap, у нас есть какие-то тематические проекты, которые находятся как бы вне OpenStreetMap, вот, не знаю знаете ли вы о них, но они есть, вот, и суть в том, что есть, ну я назвал это особые как бы виды объектов, да, это какие-то объекты, другого уровня абстракция, которые довольно сложно заносить в OpenStreetMap или как там рационализировать то, что они вообще там должны быть, должны быть, да, то есть обсуждал, что там забирательные участки, в принципе, они там не нужны, потому что они временные, потому что они, там, не знаю, много там разной информации, все это тащить в OpenStreetMap не обязательно, вот, но люди, тем не менее, эти данные нужны, они готовы какие-то проекты вокруг этого организовывать, чтобы их наносить на карте. Вот, и таких примеров данных у всех очень-очень много разных, да, можно придумать, которые в OpenStreetMap не нужны, но пользу какой-то они могут вести, да, но почему они не заносятся, потому что они очень специфичные, да, пременные, какие-то комплексные объекты, не нужны на общих картах, и как бы, в общем-то, и мало интересно, широким массам, как бы, OpenStreetMap, мекторов, вот, и поэтому, привлечь их, их редактирование именно от самих объектов, да, довольно сложно. Ну, если видите, там, на форме, мы пытались, я пытался, если раз это сделать, но оно как-то так всегда тухловато получается, мало кто участвует именно из-за ОСМ. Вот, это не проблема, это просто так, оно такое, потому, именно потому, что оно слишком специфичное, на мой взгляд. Вот. И, как я сказал, есть другие сообщества, которые вот не только, как бы, сражаются, да, слайд-скоть, никогда не делают, что придумают, куда вы встанете, да, встанете. Не только, как бы, в таком негативном смысле можно воспринимать, но можно взять позитивным, что они все-таки готовы создавать какие-то данные, да, но редко готовы делать это в OpenStreetMap, потому, что сложно, потому, что, как бы, это для них может быть каким-то другим внешним сообществом по отношению к себе, в общем, они не хотят делать это. Вот, ну, например, да, что-то проектов. Вот один из этих проектов, вот прошлый год везде занимались подобными проектами, а замучились смертельно просто. Ну, тем не менее. Вот один из этих проектов, луики, да, избирательной комиссии, значит, исходные данные не выглядят так, то есть всякие схемы избирательных участков, какие-то таблицы или тексты, где довольно много всякой географической информации и довольно много всякой полезной штук, которую можно и в ОСМ-то тащить, да, с одной стороны. Вот с другой стороны, понятно, что это официальная информация, здесь даже никаких разрешений, в общем-то, и не надо спрашивать, да, все это официально опубликовано, вот, главврачи не должны где-то подписывать. Как это работает дальше, значит, как проект работает, значит, делается геокодирование по ОСМ-то, естественно, вот, и делается уточнение положения. Геокодирование ручков работает, про это я там много рассказывал на другой конференции, поэтому надо все уточнять, вот. Ну и получается какая-то карта, с одной стороны, ну и получается два результата. Один, он как бы для проекта, а другой, который можно было бы как бы возвращать назад в ОСМ-то. Вот, значит, для проекта это, собственно, карта этих самых местоположений, да, то, что человек там уточнил, оттащил, поставил там еще как-то по этим координатам, ну, после геокодирования. А второе, это, значит, каждый объект может попросить человека, это будет несложно, сопровождать комментариям, почему он его поставил недостаточно точно, да. И вот тут уже начинается информация интересная для мэпа, как мне кажется. Вот как она выглядит, ну, это просто пример какой-то таблички, да, одной из табличек, вот справа, комментарий, это называется. Вот, и здесь довольно важная информация, но, как мне кажется, опять же, разубедите меня, если это не так, то есть там гимназия не там, нарисовано дома нет, улица не найдена там, населенный пункт не найден там и так далее. Да? Вот, и сразу приходят в гору угол какие-то, ну, не будут бегать вперед. Ну, собственно, есть проблемы, да, как мне кажется. То есть вот это взаимодействие между сторонними проектами про геоданные, которые используют OpenStreetMap и сам OpenStreetMap, ну, или его сообщество, оно, как бы, оно пока, видимо, отсутствует, можно так сказать. Ну, это плохое. Вот, когда мы делали проект там пару лет назад в Москве по Вики, мы просто в Вики, все эти комментарии бывали были в Вики, да, и просили людей потом по ним пройтись, чтобы мы могли потом пройтись по ним и исправить что-то было в OpenStreetMap, чтобы мы могли потом еще раз пройтись по этим комментариям, вернуться к самим данным точкам. Потому что заинтересовался в том, что, естественно, там геодирование было с точки туда дома, да, и вернуться к этому процессу. Вот это кое-как работало в Москве, потому что там пару человек всего нужно было активных, они, в принципе, помогли. Вот, когда проекты были более-менее большие, какого-то такого технологичного взаимодействия его нет, но вот я просто думал на досуге, как бы оно могло быть реализовано. То есть, что должна быть какая-то идеальная система, у меня ее нет, ничего пока не разработано, все, мы хотим сделать вот что-то подобное. Значит, что она должна быть идеальная система, объединяющая эти два мира, да, и должно быть что-то отдельное. То есть, потому что, ну, проекты много разные, они все время немножко по-разному организованы, где-то там просто Вики достаточно, где-то, это вот отдельный краудсосинг, какой-то редактор, типа нашего, для Луик, который мы сделали. Вот, то есть, он должен быть лучше, чтобы была какая-то прослойка между технологической, между системой, как бы, редактирования. То есть, нужно понимать, что эти люди, которые вот в этих проектах участвуют, они не хотят какого-то редактора изучать, они, например, привыкли кукиси там работать, да, и там они будут там работать. И это какие-то такиски. Вот. Значит, дальше, естественно, нужна авторизация. Вот, авторизация нужна не только в OpenStreetMap, да, то есть, просить человека зарегистрироваться в OpenStreetMap для того, чтобы поправить точку, подвинуть точку, это, как бы, увергел некоторый, да, и поэтому хочется, чтобы… Хотя, в принципе, можно и без авторизации, чтобы все работало. Вот, то есть, почему бы не принимать анонимные поправки, да. Вот, и вот, что очень важно, это отслеживать и сообщать решенных, да, документированных там или чего. Вот, то есть, опять же, если человек подвинул точку недостаточно точно, то есть, не нашел там свои улицы, свой дом, куда он должен был лепить там этот участковый избирательный участок, да, он пишет об этом комментарий, и этот комментарий попадает каким-то образом в OpenStreetMap, вот. И кто-то его правит, уже извлекая из него ту информацию, которая важна для OpenStreetMap, да, и этот человек, который изначально, как бы, это инициировал, он должен получить информацию об этом, да, потому что он должен вернуться к этой точке и ее уже подправить под то, что подправлено на основе, только основе, да, карта основе, вот. И, да, и она должна уметь показывать все заметки в рамках проекта. В рамках проекта это, как бы, такая, отчасти такая key door feature, потому что у нас есть то, что называется notes API, да, которое, в принципе, многим из этих параметров удовлетворяет. Ну, там есть и, да, там есть и вот эти вот ответы, там можно подписываться на них, и будут приходить уведомления и так далее. Вот, там нет тикетизации и так далее, да, то есть встает проблема, как мы будем отделять людям все, как бы, ну, отвеченные тикеты именно в рамках этого проекта. То есть мы не можем сказать, мы не можем взять там по RSS области или что, потому что там попадет куча, куча того, что к проекту не относится. Нам обязательно связать вот эти два идишника под систему, как бы, вот этого тематического проекта и определенных этих ID notes, да. Вот, там есть вот это вот условие, что нельзя использовать для тематических сообщений об ошибках. Я ни в конце не понял. Скажите мне, что вы думаете, относится ли это к таким, что, например, понятно, что она будет фигачить, вот такой проект будет фигачить много notes, да. Ну, просто потоком, ну, теоретически, допустим, там сотни человек участвуют. Вот, ну и еще одна проблемка, что нужно быть все-таки зарегистрированным в OSM. То есть нам не нужно быть зарегистрированным, чтобы оставить no, да, но нужно, чтобы потом получить по нему ответ, да. И этого хотелось бы избежать. Хотелось бы, чтобы эта авторизация, слой вот этой авторизации, он был, как бы, независим ни от чего. То есть это мог бы человек просто в проекте быть зарегистрирован, мог бы совершенно быть никак не зарегистрированным. Ну, понятно, что в этом случае он ничего не получает. Но где-то, где-то зарегистрирован, да, дальше, мне кажется, это реализуемо. Может быть. Ну, вот. Ну, собственно, там какие-то вопросы. Да, потому что, вопросы какие? Ну, то, что мне было, пришло, много проблем, где-то там, не дает дом такой-то. Является ли это полезной информацией? Стоит ли ее в виде, как бы, бага, тикет там оформлять? Ну, да, я не знаю. Вот. И понятно, что образуется скопление проблем там в центрах населенных домов. Потому что там пошли, там, какая-то, ну, какой-то пустой совершенно город, да, и в нем много там точек, а они все не попали, и он будет их фигачить первой, или привязанный уровень, как бы, объекты. Первый уровень геркодирования – это город. Вот у нас в центре образуется там залеж, залеж ноутсов. Вот. Просто вам для примера, смотрите, сейчас у нас в России на третьем месте, да, у нас 22,5 тысячи открытых ноутов, да, на страну. Вот только в одном проекте, или гео. И это, и это, их три тысячи. Да? Не на двух комментах тут написано. Ну, понятно, что там полно комментариев, которые к теме не относятся. Вот их можно там чистить, убирать и так далее. Но это уже на уровне, как бы, редактора самого можно и все. Вот. У меня, собственно, все. Мне интересно, какие у вас есть мысли по этому поводу. Может быть, вы считаете, что достаточно там и только на ОЦПе. А последний слайд – мне пустой еще перечислился. Вот. Такая штука. Что думаете? Ну, хорошо, полезно это было бы или бесполезно? И стоит ли это тащить или не стоит? И, конечно, вот информация об отсутствии домов, она, на самом деле, очень важная, потому что тут у вас уже сколько валидаторов пытаются эту задачу решить, и она, тот же валидатор, который я сегодня как-то доделаю, задача такая. То есть, если где… Ты считаешь, что стоит? Это не просто стоит, это, на мой взгляд, это ключевая задача, которая вообще стоит перед редакторами ОСФ, перед макерами. Потому что, если мы видим город, он вроде бы нарисован. Откуда я знаю, что здесь вот этот дом пропущен? Или не подписан? Вот что он действительно не подписан, а не имеет номера. Это очень важная информация, которой очень тяжело достать. И, пап, откуда ты возьмешь информацию, где вот дом номер 7? Нет. Эта информация… Да-да. Ну, смотри, у тебя идеальный район, который ты считаешь идеальным. И тут приходит чувак, и бац, и туда три нота, да? Я говорю, то пропущен, там, я не знаю, там, здесь неправильный шмол подписан, здесь тот-то-то. Ну, и ты, наверное, бегаешь, вернешься. Это может быть интересно, да? Но это должно быть отделено, как бы… Ну, есть как бы два типа ошибок, да? Первый тип, те говорят, что здесь вот неправильно, на самом деле, любому, опытному макеру понятно, что надо исправить. Мне говорят, вот, так сказать, в уездном городе, на улице Путкино отсутствует дом номер, номер 7. Верн есть, третий есть, одиннадцатый. Не, это пофигу. Человек, который будет отбросить, он только будет сказать, что номер номер 7, он не будет на крест смотреть. Ну, понимаешь, ну, то есть, может быть, для местных макеров, да, это… Для местных, ладно. Для местных, ладно. Для ноутсы, ноутсы, они геопривязаны. Я понимаю. Да-да, это все привязано, конечно. Поэтому это, в первую очередь, в ту-ду-лист для человека, который макет этот регион. Нет, понимаешь, что ты делаешь? Макет, регион макет, должен весный макет. Я понимаю, речь вот о чем. То есть, если участники, да, тех же самых уиков, да, они ткнули в карте, сказали, здесь должен быть номер 7. Ну, что, значит, можно его здесь нанести. Не, так не будет. Не так обычно. Ну, конечно, ну смотри, человек может редактировать вообще чужой регион, да. Я даже свой родной город редактирую, я там толком, что я помню, где там какие-то дома должны быть, извини. Нет, конечно, я не думаю. Я просто комментирую каждую точку, которую я поставил. Вот я комментирую, я поставил на улицу, потому что дома нет, я пишу, нет дома. Вот, понимаешь? Вот, поэтому она может быть где-то на улице, а может быть довольно далеко от того места, где он даже предположительно может быть, хотя в тот район я там, если я лично делаю, я пытаюсь как бы ее смещать. То есть, такого точно не будет. Просто, ну, все-таки вопрос как бы есть. Вот такая задача для местных маркеров, она, не знаю, в ноутсах или где-то еще сбоку, но она в любом случае стоит. Ну, то есть, ты тогда посмотри, речь вот о чем, что одних ноутов здесь не совсем будет достаточно. Ну, возможно, возможно. Ты тянешься или ты подтягиваешься? Вопрос не тянешься. Сейчас я тебе скажу. А, ты тянешься. Значит, нужен как бы список, да? Это нужно? Ну, вот OpenSpring, это там же немножко другое. Ну, нет, я бы сказал, то, о чем Максим говорил, что в ноутсах нет петерилизации. Это плохо, конечно. Нет. Это же может взять на себя вот этот прокси сервер. Ну, прокси между ними. То есть, прокси может отделить то, что надо. Да он же может еще и парсить то, что в ноуте записано. А для OSM он это отделить уже не может. Для OSM отделить... А, нет, зачем билить для OSM? Возможно, ноутсапи должен быть лучшим. Нет, ну это долго, но это, наверное, не так существенно. Просто ты понимаешь, в чем проблема? Категоризация будет в твоем конечном проекте. А в центре городов будет скопление ошибок. Как ты сам же и пишешь. И поэтому это будет проблема. Почему? Потому что это затруднит использование ноутс вне этого проекта, прямо на самом OpenSitMap. Ну, это же сообщение об ошибках. Ну, их будет так много, что я не смогу сам взять, поставить, допустим, у себя в центре города ошибку о том, что там, не знаю, магазин пропущен, вот я сам хочу поставить ошибку. А там уже все будет заставлено ошибками автоматизированы. Ну, если мы там не так все драматично, конечно. Не, они не автоматизированы, поймите. Еще раз, это не автоматизировано. Автоматизация, речь не идет. И речь в том, что каждая из этих ошибок, она проверена человеку. Этот человек создает ошибку. В этом случае вообще вопроса нет. Ну, с автоматизацией нет вопроса. А с остальным, наверное, есть. Задача есть, но у нас, скажем так, актуальность. Проблемы есть, проблему надо решать. Но задача становится, что важно. Описанная проблема – это явно use case для nodes. То есть, эти заметки для этого и делали. Чтобы люди писали, что… Я как давно озвучил мысль… Так ты тянулся, ты же сказал. Я так и смогу сказать. Развучил такая мысль, что каждый источник таких ошибок, что node, что ваш валидатор, еще какой-то валидатор, в этом связи с ним должен свои ошибки выдавать по некому интерфейсу. А в редакторе можно просто подключать тем, как слои. Мне кажется, это гораздо лучше бы это было. Нет, нет, так оно так и есть. Node подключается, как слои, с логином. Не наши ошибки, а вообще… Любой из редакторов подает ошибки в таком формате. А пользователь сам подключается в редактор, что ему нужно. Ну, то есть, понятно. А публиковать ошибки под API nodes, но не на сервере nodes API, а имитировать nodes API на своем сервере? Тогда их никто не будет просматривать. В OpenSightMap.ru есть валидатор API, который возвращает точки, собственно. И за вопросом, чтобы его еще удобно было в том жировке. Потому что nodes API все используют. Ну, не все, но там, ну, частички больше, чем любой другой, да? То есть, поэтому нужно проникнуть… То есть, видимо, лучше всего постить туда. То есть, ну, это централизованное место, это оно и действует. В OpenSightMap.ru, нет? В OpenSightMap.ru. В OpenSightMap.ru есть валидатор API, и блоки есть в жировке. А что еще нужно? Нет, почти все редакторы, которые поддерживали OpenSightMap.ru уже на nodes перешли вообще. Ты не замечал? Это одно и то же. Ну, не одно и то же. Абиты разные. Даже осман несчастный стал их поддерживать. Так вот, о чем речь на, собственно. Если используют только жесткие на сайте, логично, жестко подключать кучу слоев, а на сайте показать только nodes. Это несложно. Все-таки, конечно, действительно страшно все-таки заполнять глобальную базу nodes. Мне кажется, что это действительно должен быть аналог, как бы как отдельный. Я говорю по количеству, да? Просто один из этих проектов можно завалить все нафиг ошибками. Это хорошо или плохо? Нормально. Ну, потом возникает следующая проблема, как эти ошибки открытие? Ну, можно. То есть мы решаем потом или вот сейчас, потому что мы и сделаем как-нибудь. Еще вопрос. А ошибки ли это вообще? Это ошибки в терминах? Вот я показывал примеры. А можно зачитать? Первое. Не уверен насчет моб. Нет, дом 132. А в гимназии номер 3 совсем в другом месте. Не найдет дом такой-то. Не найдет дома такого-то. Это человек, который написал, который знает эту местность? Нет. Ну, есть ли… Нет, это логично. Не обязательно, конечно. Как я говорил, кто-то спрашивал про… На точке в комментарии из базы УИК написано «Дом такой». Поискал, поискал, не нашел базу. Не, ну насколько есть вероятность, что база УИКов содержит ошибки? Да нет, ну все содержит ошибки. В любом случае, база УИКов – это лучше, чем ничего. Мы либо говорим, что у нас вот в этой базе есть такой дом, а возле нет такого дома. Либо мы это замалчиваем. Мы специально пишем какие-то задачи, которые хотели бы такие… Она поддерживает фидбэк обратно? Последний вопрос, он был такой. Кто хочет помочь нам это реализовать? Фидбэк обратно, она пока не поддерживает. И мы, что мы могли бы сделать, хотели сделать, сделать. У нас есть комментарии, ну, разделить комментарии и ошибку геокодирования. И там, чтобы человек мог писать «нет дома» именно ошибку геокодирования и говорить «сохраните», и тогда она отправляется на IP, да, и соединяется. Образуется эта связь, и тогда она правда думает, как фидбэк он получает, там, как ему, кто ему notification шлет, этот, сам Modes API. А если он зарегистрирует, может быть он, если он не зарегистрирует, то мы, да, и тогда он может вернуться, там, ну, и как-то это может еще индицироваться. Да, получит ответ, да, у нас будет еще одна колоночка. Получен ответ. Мне кажется, клево может получиться. В том плане, что… У меня работают микрофоны? Работают. Может получиться интересно, что это такой мост, еще один мост, между, как бы, толпой, как бы, народа, который, ну, как бы, осом для нее… Ну… Нет. Просто, в частности, в областях они, наверное, не будут, да. Вот такой тематики, да, их касающиеся, они поучаствуют. И по тематике мы убиваем двух, да, по сообществу. А может и три. По поводу, опять же, новых замечаний. По-моему, на AwesomeOrg написано, что это все-таки инструмент для добавления информации для тех, кто не хочет регистрироваться. А не инструмент, чтобы говорить, тут там улица не названа. Так вот как-то… Нет, нет, такого там нету. Там написано, что… Там написано в том числе, что вы можете сообщать об ошибках. Да, но все-таки желательно добавлять перед ним какую-то информацию, которая просто тебе леет. Нет дома. Это… Просто когда даже человек в соседней деревне на каждую улицу повесил уточнить название улицы, уже если там появляется точка с какой-то информацией полезной, ее там уже не видно. Да, то, что… То, что говорил… То есть, по-моему, инструмент для этих целей все-таки, ну, не задумывался. Нет, это… Опять же, просто москолько мусора. Он просто даже и называется как-то не так, как должен. То есть изначально это что-то не доделал. Ну, вот видишь, то есть проблема в том, что эти нотсы, да, они не позволяют это разгрести и классифицировать. То есть, если я первично, когда обработка делал этих нотс, ну, что, ладно, вот эта вот нота, она содержит в таллиной формации, ее сам могу спроцессить. А эта нота, она, так сказать, требует того, чтобы он туда пошел и посмотрел, так сказать, ножками и глазами. Ну, почему это проблема? Я не очень понимаю. А может, у тебя в одной базе два класса ошибок? О, господи, там 32 класса ошибок. А не два, а не два. Значит, что? Ну, это проблема, на самом деле… Это проблема самих нотсов, а не проблема у тебя взаимодействия между проектами. Вопрос в том, что мы можем принести туда кучу нотсов. С точки зрения взаимодействия между проектами, это клево. Так. И я на самом деле согласен, да, что все, что вы там нашли, ошибки все вы сбрасываете. Так. Ну, просто не стоит рассчитывать на быстро, так сказать, решение… А, нет, ну это… Нет, даже не в том плане, что… Это решение тех, вот, так сказать, нот, тех нот, которые не содержат информации, а которые будут запросы. Да. То, кто свой регион посет, он как бы позакрывает их нафиг и все. У нас местных мапперов очень небольшая концентрация, поэтому это будет висеть годами и мотивировать кулку. Целя и… Это не… У вас пока проект не готов, наверное, принять такую кучу новосов? Почему нет? На самом деле есть все-таки маньяки, которые… Конечно. Сейчас если я раз там в месяц участвую в специально поездку, четко по ноутсам, которые совсем никак не решить без выезда на местность. То, что ничего страшного. Да. Лучше же иметь эту информацию, чем нет. Ну, не знаю. Не в общем. А на нотсапе он уже утвержден и все и подписан и навсегда? А потом оно будет закрыто. Вместе закрыть с сериалом. Сейчас я скажу. Сейчас я скажу. Ну, ладно. Проверишь, но в общем, от работы нет. Еще раз. Если кто-то хочет участвовать с нами, у нас все на гитхабе, код открыт. Мне кажется, эта штука была бы классная. То есть, забили такое. Продолжение следует.